Роскошный особняк, позолоченные люстры и лестницы, как в Королевском дворце. Все это жилище бывшего главы Махачкалинской больницы. Его подозревают в хищении четверти миллиарда рублей. Именно на такую сумму медик всего за два года навыписывал премии себе и своим приближенным. О громком коррупционном скандале Гусейн Гусейнов. Дом обычного главврача обычной городской больницы. Четырехэтажный особняк в спальном районе Махачкалы, высокий забор, кованые ворота и вензель с инициалами хозяина дома. То, что в этом доме привыкли к роскоши и красивой жизни, видно сразу. Маджид Алиев жил здесь много лет. Но, несмотря на это, соседи его практически не знали. Такие люди пешком не ходят и с обычными людьми не разговаривают. Говорят, они, как сосед, ничего не общались. Они не ходят по дороге. По дорогам пешком не ходят? Как я вот так же не делаю. На Алиева заведено два уголовных дела. Мошенничество в составе организованной группы. Прокурорская проверка выявила, что главный врач в сговоре со своим заместителем выписывал себе и ряду других подчиненных необоснованно завышенные премиальные и стимулирующие выплаты. Шутка ли, за два года с 2016 по апрель 2018 было похищено почти 240 миллионов рублей. Издавались приказы о поощрении себя и некоторых своих подчиненных премиальными и стимулирующими выплатами, превращающие размер оплаты труда отдельных работников в 10 и более раз. Таким образом, главный врач по предварительному разговору со своим заместителем и иными лицами совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. На данный момент в отношении главного врача судом избраны меры пресечения в виде ареста. Кроме того, в первой городской больнице Махачкалы, как считает следствие, использовались еще несколько преступных схем. Всему персоналу начислялась премия, которая перечислялась на карты. Но заместитель главврача требовал от своих сотрудников возврата части перечисленных денег. Якобы они были переведены ошибочно и необоснованно. Кроме того, медикаменты списывались на лечение больных, в то время как многие пациенты были вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты. А лекарства из больницы попросту отправлялись в сеть аптек, принадлежащих Алиеву. Ведь роскошный дом – это не единственная собственность медика. Торговые центры, аптеки и дорогие иномарки явно не купить на зарплату, пусть хоть и не рядового, но все же медицинского работника. Вопросы о состоянии дел в первой городской клинической больнице возникали уже не раз. Так, два года назад в Минздравреспублике пришло анонимное сообщение о том, как в лечебнице списывают деньги на дорогие лекарства, оплатных операций и всяческих поборах. Ведомство организовало служебную проверку, но, судя по всему, нарушений так и не выявило. Вернуться к этой истории решил новый министр здравоохранения. Он был назначен несколько месяцев назад главой Дагестана Владимиром Васильевым, после того, как его предшественник, Танка Ибрагимов, оказался за решеткой. Он, как и некогда его подчиненный Маджи Далиев, обвиняется в многомиллионных хищениях.